МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За этой инсинуацией стояло стремление обзавестись неким алиби, чтобы впоследствии было сподручнее выступать с позиции пострадавшей стороны. Параллельно шла тщательная подготовка к дестабилизации, что называется, на земле. О том, что Армения затевает очередную авантюру, свидетельствовали противоречивые заявления Пашиняна, которыми он явно пытался сбить с толку внешнюю публику. В конце марта армянский пример с подозрительной категоричностью исключил вероятность новой эскалации. Пашинян анонсировал подписание мирного договора с Азербайджаном, призвав международное сообщество поддержать процесс нормализации отношений. Спустя несколько дней он вновь заговорил об эскалации, голословно обвинив Баку в нагнетании напряженности. Однако на прошлой неделе Пашинян сообщил об улучшении ситуации на границе в результате контакта в стороне по вопросу уточнения позиций. Премьер-министр Армении выразил надежду, что этот процесс будет развиваться в конструктивной атмосфере. Что именно подразумевало армянское руководство под так называемой конструктивной атмосферой, выяснилось накануне. Позиции азербайджанской армии на лачинском направлении границы подверглись интенсивному обстрелу. В ходе развязанного армянской стороной боестолкновения погибли трое военнослужащих вооруженных сел Азербайджана. Потери противника составили как минимум четыре человека. Еще шестеро, по данным Минобороны Армении, получили ранения. Среди них командир особого армейского корпуса вооруженных сел Армении Армен Гёзалян. Присутствие последнего в зоне столкновения само по себе является убедительным доказательством того, что перестрелка на границе вспыхнула отнюдь не спонтанно. Эскалация была спланирована, и дестабилизировать ситуацию было поручено именно Гёзаляну. Этот персонаж неоднократно принимал участие в подобных вылазках против азербайджанской армии еще в бытность свою командиром одной из частей незаконного вооруженного формирования в Карабахе. По вполне определенным причинам Гёзалян уже после войны оказался нужен Пашиняну в Армении, для чего именно наглядно показали вчерашние события на границе. Как и следовало ожидать, МИД Армении оперативно закатил истерику, потребовав от международного сообщества осудить агрессивные действия Азербайджана. В заявлении ведомства отмечается, что эскалация произошла вопреки выраженной армянской стороной готовности к конструктивным переговорам. В Ираване полагают, что политика Баку нацелена на дестабилизацию ситуации в регионе и подрыв усилий посредников по продолжению мирных переговоров. То есть армянский МИД по сложившейся порочной традиции вновь представил картину происходящего с точностью да наоборот. У Азербайджана нет ни малейшего мотива провоцировать напряженность в ущерб инициированному им же мирному процессу. Напротив, Баку настоятельно призывает армянскую сторону вернуться за стол переговоров и завершить работу над мирным соглашением. Азербайджан привержен цивилизованному решению всех вопросов в контексте проблематики взаимоотношений с Арменией. И этот подход остается неизменным, несмотря на очевидно деструктивный настрой Иравана. При этом армянские провокации не могут и не будут оставаться без адекватного ответа. Азербайджан категорически против возобновления войны, но проявлять толерантность к приступам агрессии со стороны Армении не собирается. В этом отношении армянской стороне не стоит рассчитывать на какие-либо компромиссы. Армения неизменно пожинает исключительно то, что сеет, и потому любые претензии в адрес Азербайджана абсолютно безосновательны. Что касается мотивов Армении, то они лежат на поверхности. Ираван совершенно не заинтересован в заключении мирного договора на основе представленных Азербайджаном базовых принципов. Тактика Армении банальна до отвращения. Ее суть сводится к затягиванию времени и созданию максимально неблагоприятных для развития мирного процесса условий посредством перманентных провокаций, как политического, так и военного свойства. Эта убогая тактика активно применялась Армении еще в ходе переговоров по карабахскому урегулированию. Так что Пашинян в этом плане недалеко ушел от своих предшественников и, судя по всему, даже настроенных перещеголять. Выбор в пользу такого инструментария поистине непостижим. Нынешний лидер Армении имел возможность наглядно убедиться в бесперспективности общения с Азербайджаном в экстремальном ключе. Но, видимо, он страдает досадными провалами в памяти и нуждается в принудительном приобщении к реальности. Необходимо добиться отвода армянских войск от условной границы. В противном случае новая война может вспыхнуть в любой момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова